В этом ролике я расскажу про монтаж, заодно отвечу на вопросы всех скептиков, которые говорят «Аааа, видео ускорено, так невозможно быстро летать!» Первое, что я расскажу, на что я снимаю. Я снимаю на камеру Runcam 5 режим 4К XV. О чем это говорит? Он говорит нам о том, что видео записывается в размере 4К, соотношение сторон 16-9, но при этом данные берутся с полного размерного сенсора, с матрицей, в соотношении 4 к 3, и потом уже непосредственно пережимаются Runcam в 16-9, то есть тупо стягивается по высоте, и мы уже, собственно, получаем то, что он нам выдает. Я же, в свою очередь, на постобрабатке это все обратно восстанавливаю, дальше растягиваю, вытягиваю и делаю эффект SuperView, хотя это больше получается эффект RealStady. Итак, по порядку. Значит, делаем новый проект. У меня есть уже пресетики. Называется он 4К, 4 к 3, 30 кадров в секунду. Значит, размер кода 3840 на 2880. Это 4 к 3. Вот мы его создали. Дальше перетаскиваем в проект. Исходничек. Вот у меня есть папочка. Вот у нас исходничек. Мы перетащили исходничек. И что мы видим? Мы видим черные полосы сверху и снизу. Потому что, как я уже сказал, видео записано в формате соотношение сторон 16 к 9. Но нам-то надо 4 к 3. Поэтому мы жмем Pan Event. И в сурсе ставим соотношение сторон не учитываем. И вот мы видим. Вот так у нас с матрицы сенсора снимает реально в этом режиме 4К XV Runcam 5. То есть, вот такая вот картинка получается. То есть, 4 к 3. 4К. Ее реальный размер 3740 на 2880. В отличие от того, который она выдает. 3840 на 2860. Ну, наверное, я вас запутал. Ладно. К сути переходим. Значит, выберем какое-нибудь участок видео. Аудиодорожку удалим. Она нам не нужна. Значит, превью. Смотрим на превью. Видно вот это исходничек. И видно, что я лечу достаточно быстро. То есть, вообще никаких вопросов. Я тут ничего не ускорял. Никуда еще не жал. Потому что, если кто не знает, ускорение добавляется добавлением кривой скорости. А дальше уже там ее, допустим, поднимаем. И у нас там получается что-то прям супер вот такое вот быстрое. Но у меня от этого ничего здесь нет. Вот мы ее удалили. Еще раз показываю. Это исходник. Вот реальная скорость, с которой я летаю. Вполне себе быстро. Ну, еще здесь могут быть сейчас небольшие тормоза. Потому что, все-таки, я записываю видео с экрана. А Vegas 14 нормально не работает с аппаратным ускорением видеокарты. Поэтому, если поставить только Draft Quarter. То есть, оно более-менее, видите, какая скорость сразу полетела. То есть, мы на превью поставили. Ресурс меньше кушает. И, собственно, видно, что скорость прям огромная такая. Ну, скажем. Вот, как бы. То есть, тут все понятно. Ладно. Переходим дальше. Я обычно вот в таком режиме это делаю. Значит, мы взяли, импортировали видео, растянули его. Теперь мы его сохраняем. Назовем его Проход 1. Собственно, Проход 1. Так. Теперь мы делаем новый проект. У меня есть тоже пресетик. 2.7K. 2560 на 1440 размер кадра и 30 кадров в секунду. Сразу поясню за 30 кадров в секунду. Потому что камера снимает 30 кадров в секунду. Собственно, я и радею в 30 кадров в секунду. Дальше. Теперь мы импортируем сюда. У нас уже предыдущий наш Проход 1. Вот. Мы импортировали. Перекидываем на линию времени. Мы помним, что мы его преобразовали к 4 к 3. А проект у нас 16 к 9. Соотношение сторон. Видите, что он занимает не всю область. У нас теперь слева и справа темные полосы. Исправляем это. Жмем плагины. И первое, что я хочу сказать. Необходимо установить плагин Boris Continuum Complete. Вот. И в нем уже выбрать сам плагин Boris Continuum Complete. Коррекция линзы. Мы ее нажимаем. И мы видим, что картинка у нас уже преобразовалась. То есть, у нас остались такие маленькие скругленные полосы по краям. Собственно, для чего я его применяю. Вы можете обратить внимание. Вот. У фишая. Фишайчик есть такой. То есть, когда снимают экшн камеры. из-за линзы, которая у них за большим углом взору получается такой фишай эффект. То есть, вот у нас все, что по краям, оно закруглено на картинке. Все, что в центре, оно имеет нормальные пропорции. Когда я применяю этот фильтр, у меня все выравнивается. Картиночки по углам затягиваются туда за кадр. А все остальное получается таким более-менее выровненным. Ну, я здесь поработал с параметрами, разумеется. Вот для Runcam 5, для режима 4K X3 у меня вот такие параметры. То есть, вот у нас без плагина и с плагином. Без плагина и плагином. Видим, у нас получается классная картинка с нормальными пропорциями. В центре вообще практически. Кадра ничего не изменяется. По краям она вот так вот затягивается. Это уже даже не SuperView. Это уже ближе к эффекту RealSteady. То есть, RealSteady примерно так же делается с кадрами. Вот, собственно, мы поставили это. Посмотрим теперь на видео. А, что кажется? Сейчас я поставлю Quarter. Вот, мы полетели. Кажется, что скорость огромная, космическая, с которой я лечу. Но, на самом деле, это уже пошел эффект тот. То, что из-за того, что у нас по краям кадра картинка получается растянутая. Из-за этого кажется, что все еще быстрее летит. Плюс основной эффект в чем? Эффект в том, что я лечу низко над землей. Очень много мелких объектов очень быстро пролетают в кадре. Из-за этого создается ощущение, что огромная скорость. Плюс вот этот второй эффект растяжения. По краям. И еще больше скорость кажется. Давайте теперь следующий уже, третий такой эффект. То есть, теперь мы добавляем динамичную музыку. И смотрим, что у нас получается. Сейчас мы побыстрее возьмем отрезочек. И вот опять с музыкой кажется, что еще быстрее летит. То есть, типа, ааа, как так можно летать, так быстро. Видео ускорено. Где оно ускорено? Я только что показал вам на примере на простом. Что все это ускорение складывается из визуальных эффектов, которые вы ощущаете. То есть, детали в видео, потому что я лечу низко над землей. Второе, это растяжение видео по краям. И третье, это динамичная музыка. Вот и, собственно, быстрая космическая скорость, которую в результате на редере все виды. То есть, никакой магии, никакого обмана, волшебства здесь нет. Простой монтаж. То есть, получаем интересующую нас картинку и все. А за счет уже этого визуальный эффект усиливается. Вам кажется, что у меня там будет какое-то ускоренное видео. Ну и, собственно, я тогда уже расскажу кратко, что я еще добавляю. Опять ставим превью половина. Значит, я еще обычно использую в стандартных эффектах это яркость, контраст, цветовую коррекцию. И зернистость, она же четкость. То есть, я обычно такой параметр ставлю 0,05. Я его на YouTube подглядел еще давно. Посоветую как лучше видео настроить в сцене. Чтобы при рендере его качество было отличное. Чтобы потом, когда уже YouTube его переварил, уже в YouTube тоже было качество отличное. Собственно, цветовую коррекцию. Ну, поскольку я снимаю на ранкам в режиме Flat Color. Ну, последний раз я снимал на ранкам Orange уже. Ну, по сути, тот же ранкам 5 с небольшими отличиями прошивки. Так вот, Flat Color нам надо видео немножечко покрасить. Обычно я сатурацию кручу. То есть, ну, допустим, даже здесь 1,4-1,5. То есть, выше уже смысл ставит нет. Чтобы сделать небо так немножечко более естественным. На яркие цвета подкидываем, значит, голубенького. То есть, поукрашаем небо. Ну, здесь можно на темные цвета, там, красненького, зелененького подкинуть. Но я трогать не буду. Оно и так, в принципе, плюс-минус на мой вкус выглядит нормально. Дальше яркость контрасту. Допустим, контрастности, допустим, прибавим там. И яркости можно, наверное, немножечко убавить. Чтобы еще там картиночка посмотрелась так поконтрастнее. Ну и, собственно, вот так и получается. Опять же, я сейчас поставлю поменьше. Квартер на драфте, чтобы, как бы, вам скорость показать. Потому что сейчас у меня и рендерингом занят вот этим онлайном. Хотя стоит ГПУ, как бы, ускорение. Но оно все равно как-то в этом Вегасе работает хреново. Иначе бы рендерилось прямо все набекнуло в нормальном качестве. Сейчас процессоры и это рендерят, и еще и видео записывается экраном. Ну, собственно, вы можете видеть, что вот он, космический полет. Быстрый такой. Никакой магии абсолютно нет. Достаточно просто правильно снимать, заниматься монтажом и все. Никакой магии, никакого мошенства нет. Вот все, что я хотел, я вам рассказал. Вот. Вот.